Дайте, пожалуйста, определение точное и научное антинационального государства. Легко. Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна, скажем так, наиболее угнетаемая нация. Ну, в нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существуют пирамиды народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права. И используются, ну, примерно, как, допустим, сихи использовались в Индии, для того, чтобы держать покорности и страхи коренное население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя. Я вот как житель улицы Куликовой, и в частности дома 79, хотела бы, чтобы администрация города, наконец, обратила внимание и решила проблему с канализацией по нашей улице. Потому что на протяжении 10 лет мы мучаемся от протечек канализации. Видите, что мы утопаем. Проблема не решается. Бесконечно приезжает водоканал, он временно решает проблему. Она периодически через неделю возникает опять. Вы сами видите, какое озеро здесь, как люди, у нас только нет, здесь ни дороги, дороги из-за этого все разбиты. Здесь, это и ветер, и зимой, это господин. Вы не стали. Вот обращение за к администрацией. Решите насу проблему. Решите проблему. С насосной станцией может еще чем-то другая проблема. Господь скребет. Мы в инфидиарных сетях не разбираемся. Мол, проблема в чем-то есть в общем. А антинациональным государством это будет самое точное научное определение того, в чем мы живем.